Привет друзья, это Выживатор и сегодня я буду выживать в игре Knock on the Coffin Lead, что переводится как пинок по крышке гроба. Игра на данный момент находится на стадии разработки и доступна в раннем доступе Steam. Ключ мне предоставили разработчики специально для этого видео. Давайте посмотрим на неё. Так очень интересно и так какого-то мертвеца привезли в какой-то мавзолей и видимо какой-то некромант его сейчас будет воскрешать что ли или что. Я не могу выбрать Бьерна, но здесь есть Персиваль, какой-то рыцарь вроде как да. Закроем. Как его закрыть? Ну как его закрыть? Чёрт возьми. Я не могу выбрать второй. Похоже почему-то. Ладно, значит доступен пока только Персиваль. Хорошо. Выберите героя, но не дают на самом деле выбрать. Жаль, жаль могло бы. Возможно в анализ просто не готов на данный момент. Поэтому начинаем за другого героя. И так тут его узкой силы. Сцена в разработке. Приятный мультяшный стиль. Такой красивый мультик минималистичный. Мне нравится. Очень много точек. Чем-то напоминает Декуфэш по карте, но точек тут просто огромное количество. Намного больше. У нас есть какая-то звезда. Не знаю, что это слава или что есть. Здоровье. Настройки. Какие-то карты. О! Да, это игра карточная. Чем-то наверное будет напоминать Декуфэш. Нет ничего здесь. Есть какие-то предметы. Что за меч? Наносит два раза по пять урона. Ну, то есть работает как карта тоже. Дает пять блока. Окей. Закрываем и давай. Вот мы оказались в этом, в этой церкви. Теперь нам надо куда-то зачем-то идти. Непонятно зачем, но игра находится в разработке, поэтому сцена не готова. Сюжет мы пока и поэтому и не знаем. Надо подумать, что куда. Ну, давай, давай вот я сюда хочу сходить, посмотреть, что здесь. Поэтому давай вот так отправимся. А, я и сюда могу попасть. Ага. Приятный графический стиль чем-то напоминает, наверное, ну, что-то славянское, как будто славянская игра. Какие-то мультики, может быть. Если Декуфэш, это как бы про комикс, очень похоже на графический стиль, очень похоже был на стиль Darkest Dungeon, то здесь скорее мультик. Какой-нибудь там Иван... Какой-нибудь там... Как это называется? Иван и Волк, что ли? Ну, или что угодно там. Про богатырей, например. Дает 5 блока, адаптивное. Что мне про них известно? Вот у меня есть броня. Я знаю, что он нанесет урон, а это даст силы себе и всем союзникам. Наносит 2 раза по 5 урона. Это вот мой меч. Наносит 6 урона, адаптивное. У меня 7 карт в колоде. Это ничего не объясняется, поэтому здесь я, скажем так, просто благодаря тому, что я играл в некоторые другие игры, я это уже понимаю. Вот это, видимо, моя мана. 5 блока. 5 блока, я думаю, что я заблокирую его, вот эту атаку. Что я могу использовать, я не знаю. Но я так понимаю, вот это мана, вот это сколько у меня доступно. Поэтому я использую блок. Да, так это работает. И нанесу 2 раза по 5. А потом еще разочек. Кажется, все. 8, но у меня была броня. 5 плюс еще я в оборону встал, поэтому он вообще не пробил. У меня десятка была. Окей, хорошо. А теперь они будут бить немножко сильнее. Но это им, я думаю, не поможет. Бам! Добиваю этого волчару. 9, 5. Поэтому... Я могу только отразить его удар. А так у меня сейчас нету. Эти карты я не буду использовать, потому что мне достаточно того, что у меня есть. Но карты все-таки улетают сразу же. То есть, используешь, не используешь, они уйдут. Окей, ладно. Походу, знакомимся с новыми механиками. Что он будет делать? Он даст себе силу и союзникам, поэтому можно не кратиться на защиту, а добивать. Все. Так. Блок себе и ударим. А, хотя зачем я ему блок поставил? Смысла нет. Награды, голд. Получил золото. Это, оказывается, золото. Конечно, берем. Почему пропускать? Упреждение. Награда. Если враг намерен атаковать, дает 3 силы. Хорошо. Наносит 4 урона и уязвимость. 7 врага. Дает 1 энергию и сжигает случайную карту в руке. Очень хорошо. Берем. А, я должен выбрать. Так, хорошо. Давай-ка вот эту выберем. Все карты довольно-таки хорошие. Ну, особенно. И центральные тоже. Но все-таки давай так. Я заметил... Здесь даже сюжет какой-то есть. Я заметил в лесу подозрительную группу людей, которые в полной тишине закапывали что-то под деревом. Пока я думал, откопать или нет, они сделали свое дело. Собрались и ушли. Давай-ка копнем. Я решил копать и выкупал сундук с деньгами. Удача улыбается смелым. Я так и думал, что они что-то... Какую-то добычу закопали. Но они меня с этой добычей поймали, видать. Ну, или один из них, по крайней мере. Так, он меня ударит. У него броня 4. Поэтому я ставлю блок и попробую два раза ударить его по 5. Так, нанес урона, и я ему... Так, судя по всему, бронька снимается. Окей. Я ему нанес 10. У него еще была защита. Сейчас у него 45. А, защита была, кажется, 4. Так, наносит... Ну, что у меня еще? Один удар я могу нанести. У меня есть блок, так что давай бьем. Продолжаем бить этого крестьянина. Я не выгляжу как труп, на самом деле. Непонятно, что произошло. Может, меня воскресили. Я, может быть, не зомби какой-то. Так, да. Берем еще блок, потому что очень сильный сейчас удар будет. Так. Ударю-ка я его вот так. И воспользуюсь этой картой. И теперь я могу еще раз его ударить. Итак, 23, 60. Он мне тоже какую-то уязвимость, что ли, дал, да? Увеличивает получаемый урон на 50%. Ого! Охренеть! Не слабо. Ну, и я ему тоже, да? То же самое. Да, окей. Значит, уязвимость, она стандартно работает, судя по всему. По крайней мере, в нашем случае. Она просто увеличивает урон. В два раза получается. Ну, снижает сопротивляемость. Так, он будет сейчас защиту использовать. Поэтому мы его начнем бить. А что такое адаптивное, интересно? Есть различные варианты улучшения. Ага. Здесь просто дает блок. Что, нельзя, что ли? Угу. А чем отражение от блока отличается, интересно? Непонятно. Блок, блок в любом случае. Может быть? Ну, блин. Ну, да. Блок, отражение. Возможно, блок это блокирование полностью. Ну, не знаю. Нет. Вряд ли. Если знаете, как это работает, напишите, пожалуйста. Ну, а здесь мы легко добьем его сейчас. Да? Нет? Не да, что ли? Все, добили. Получили золото. Сгорает. Дает случайную карту атаки из колоды в руку. Она стоит ноль в этот ход. Сгорает. Сгорает. Что значит сгорает? При разыгрывании не сбрасывается, а сгорает. Интересно, смогу ли я ее использовать в дальнейшем или нет? Ну, наверное. Хочется надеяться, что... Хочется верить, что да. Наносит 5 урона и наносит 5 блока. Наносит 5 урона и дублирует себя в отбой. То есть, можно увеличивать, да, их число. Это интересно. Таким образом, можно, наверное, несколько раз. Несколько раз использовать. Может быть, их размножать, да, как-то можно. Наносит 5 урона. Ну, давай вот эту штуку. Вот эту штуку. Я не знаю. Я все... И центральную тоже хочу, но... А вот это что такое? Здесь какой-то лагерь. Видимо. Я как раз сюда шел, поэтому давай я сюда схожу. Отдохнуть. Ага. Тренироваться. Тут какой-то лагерь. Видимо, можно здесь какие-то навыки, что ли, прокачать. Наносит 6 урона. Я так понимаю, могу улучшить что-то. Но я не совсем понимаю, как это сделать. Так. Дает 2 энергии и сжигает случайную карту в руке. Интересно. И 3 уязвимости. И 3 уязвимости. Нет, на 3 хода уязвимости. Это хорошо. Ну, я пока вот эту возьму. Потренировался. Теперь научился злиться. Да? Хорошо. Идем дальше. Красивые персонажи здесь вообще. Видимо, идет какая-то война. И я, может... Не знаю кто. Может, я какой-нибудь там царь, которого победили. Или что. И здесь как будто бы именно захватчики напали. Может, бандиты какие-то, разбойники. Вот, наносит 5 урона и дублирует себя в отбой. Сейчас попробуем протестировать, как это работает. Так. А это что? При разыгрывании двух карт одного типа подряд дает неистовость. А неистовость увеличивает наносимый урон в 2 раза. Надеюсь, что это временный какой-то эффект. Так. Теперь я его бью. Так. А что у него? Какой-то... Подожди. У него какой-то эффект опять. Увеличивает наносимый урон в 2 раза на 1 ход. Ну, зашибись. И теперь... Вот тут момент какой. Смотри. Я не могу воспользоваться этой штукой, к сожалению. Так. Это сгоревший. Это отбой. То есть, понятно. Есть отбой. Есть сгоревший. Так. Ну, здесь тогда все. Тогда просто бью его. И все. Он злится. У него атака. Ого-го. Он мне сейчас столько урона нанесет. Боже мой. Почему так? И пипец. Сейчас я получу. Угу. Сейчас 6. То есть, его нельзя доводить до состояния неистовости. Психопата. Так. Или что? Ну, давай блок использую. Может быть, если его бьешь несколько раз, он бьется очень сильно и бьет сильнее тебя потом. Все, прикончил. Ну, не хил он мне так съездил. Один раз всего лишь. Наносит 8 урона. Ну, по сути, даже я и не знал, что он так усилится на один ход. Вот. Поэтому все здесь познается, так сказать, на ходу. Наносит 8 урона. При каждом розыгрыше этой карты ее урон увеличивается на 4. А если есть уязвимость на героя, то на 8. Интересно. Наносит 4 урона и уязвимость всем врагам. Вот это тоже интересно. Сила. Плюс 4 на атаку. Так. Ну, либо удар грома. Либо буйство. Мне буйство больше нравится. Пока что. Но удар грома тоже хороший. Он по всем работает. Давай пока вот эту штуку возьмем. Что это такое? Непонятно, к сожалению. Но надо посмотреть. Было бы удобнее, конечно, если бы нажатие как бы задавало какой-то вопрос. И ты должен был бы подтвердить, наверное, для перехода. Когда гномы и эльфы заняты друг другом, они на меня не нападают. И даже иногда просят о помощи. Я повстречал гномов, которые пытались свалить на землю эльфийский идол. И они спокойно попросили меня поднажать вместе с ними. А зачем они рубят? Я не понимаю. Это гномы. Это не разбойники, в общем. У меня есть только два варианта. Если я им не помогу, они на меня разозлятся и нападут, видимо. А если я им помогу, то эльфы на меня, да, нападут. Ну, эти тоже могут, конечно, на меня сагриться. Их, наверное, несколько. Каждый из них очень сильно бьет. И, может быть, я даже не смогу их победить, если придется с ними сражаться. Поэтому, если помешать гномам, тут много всего может быть. Я могу им помочь, на меня эльфы нападут. Ну, я не хочу им помогать. Ну, блин, я не хочу им мешать, потому что я не хочу с ними сражаться. Очень мне не понравилось сражение с подобным товарищем. Я им помогу. Разрушать идол довольно опасная затея и очень глупая. Как только мы повалили идол на землю, прямо перед нами появился разъяренный медведь. У меня появились союзники. Я не знаю, скорее всего, это временно. Боже мой, они, между прочим, меня вперед поставили. Интересно, интересно, да. Так, что тут нужно, что тут можно сделать? Первое, что он, он, он сейчас колдует эффект внутреннего зверя. У него при сильных ранениях меняет намерение на защиту. Игнорирует следующий урон от атаки. Наносит атакующему одну, одну единство урона за каждый шип. Так. Тут особо мне нечего делать, к сожалению. Так, он сжег эту карту, кстати говоря. То есть, это значит, что она больше не появится. И все, что я могу, это только использовать блок дополнительно. И все. Наверное, не надо было. Надо было просто сбросить. Он не получает урон из-за вот этой своей особенности. И теперь он наносит... Так, что? Дает силу при разыгрывании умений. Наносит урон и накладывает уязвимость. Дает пять блока. Сейчас будет бить. Неизвестно по кому, может быть сразу по всем. Поэтому... Надо обязательно защиту использовать. Потом... Бью и в отбой дублирую. Так, давайте, ребята. Действуйте. 18, отлично. 33, ого. Бабах. Так, вот. У него как раз уязвимость. Наносит 8 урона приказом розыгрыша. А если есть уязвимость, то на 8. Так что обязательно используем. Так, а я, похоже, получаю в ответ от него. Потому что у него шипы. Окей. И два раза могу какой-то удар сделать. Но тут... Ага. Бить он, кстати, и этого, что ли, будет? То есть я даже знаю, кого он бить будет, да? Надо же. Я не знаю. Но я на всякий случай все-таки предохранюсь. Потому что я механики этой игры знаю пока плохо. Поэтому, возможно, я чего-то не понимаю. Мне может прилететь. Давай посмотрим. Да, да, да. То есть я знаю точно, кого он ударит следующим. И получается вот этот дварф умрет. Но я его уже не спасу, конечно. Но в этом есть плюсы. То есть я знаю, кого буду атаковать. Соответственно, получаю возможность использовать оружие больше, например. Я знаю, что он... Здесь он блок на себя накидываешь. Поэтому смысла нет. Раз он будет бить моего этого дварфа. Он, кстати, дразнится, да? Он его провоцирует, видимо. Да, провоцирует. Ну, зря ты так. Я не буду использовать эту штуку. Потому что она, по-моему, сгорает. Кажется. Ну, во всяком случае, таз вроде сгорела. Я его просто ударю. 22. Два. Хорошо. Два рфы очень хорошо бьют. Если бы я с ними сражался, мне кажется, что они бы меня уделали вдвоем. Поэтому пусть лучше мы медведем. Очень красиво, кстати. Смотрите, какая рисовка. Какой медведь офигенный. И он, кстати, разозлился, похоже. Хочет он этого чувака добить. Видишь, я дополнительные удары благодаря этому гневу получаю. Я уже две карты могу бесплатно использовать. И у меня получается... Ну, больше ударов, больше урона за уровень. Так, я бью его. Потом я бью его гневом. Потом еще. Они, кстати, смотри, как хорошо наносят урон. И теперь он уходит в защиту. Видишь, он хотел их ударить. Но когда у него есть такая особенность... Вот она. Когда при сильных ранениях меняет намерение на защиту. Ну, очень интересно. Поэтому бить он нас сейчас, видимо, не будет. Непонятно, чем он тогда будет заниматься. А ребята его добьют, наверное. Так, этот погиб. Ага. Ну, у него, наверное, броня увеличивается. Да? И мы, когда его бьем, мы все равно ранение получаем. И вот видишь, он сейчас меня будет бить. 12, то есть мне нужно срочно-срочно его добить. Но это ничего страшного. Мы его, я думаю, сейчас прикончим. Все? Не все, что ли? Почему? Броня, видать, такая офигенная, да? Даже несмотря на его уязвимость. Он меня почти прикончил. Боже мой. Здесь у меня награда появилась. Сгорает уклонение шипы. Ну, что, берем. Выбирать ничего не можем. Броня духа медведя. Что это такое? Давай посмотрим. Здоровье дополнительное. Дает силу. Волшебные доспехи и шкуры убитого хранителя идола. Ага. То есть идолы... Идолы охраняются хранителями. И, соответственно... Соответственно, можно получить какую-то награду. Давай посмотрим, что у меня есть. Ситуация очень плохая. К сожалению. У меня есть дополнительный тип здоровья. Или что? Да. Плюс 15. Каждый третий разыгрывание умения дает силу. Вроде 15. А здоровье здесь не изменяется. Ну, может быть, в бою изменяется. Посмотрим. Хочется надеяться, что у нас здесь... Назад я идти не могу. Поэтому вариантов больше нет никаких. А тут какие-то снова дварфы. И это очень плохо. Я думаю, что нам кранты. И спрашивается, можно ли вообще было этого избежать. Что-то я сомневаюсь немного. Ну, давай. Бьем, значит... Так, подожди. А-а-а... Дает блок. У него еще что? Блок не спадает в начале хода. Теперь я использую эту штуку. Хороший у него блок. Защита. Нет, он собирается только блок использовать. А сейчас у него уязвимость. Все нормально. Вот, девять. Ну, мне сейчас, конечно, бесполезно, что-то тут делать. Что бы я ни сделал... Я люлей получу сейчас. Наверное. Так, сгорает уклонение шипы. Они сейчас все начнут бить. Что такое уклонение, интересно? Игнорирует следующий урон от атаки. Хорошо. При разыгрывании не сбрасывается, а сгорает. Нет, все-таки это слишком дорого. Давай сделаем так. Так, я попробую использовать два раза отражение, если это возможно. Да, это возможно. Хорошо. А потом я ударю от этого. Вот почему он злится, я не понимаю. Только что было 22, я ударил и сбросился. В следующий у меня... так каким-то чудом я одного убил ну а теперь попробуем ударе 2 тут к сожалению как бы он наверное не сделал не поступил мне это не поможет нам все давай посмотрим что тут произойдет ты будешь возвращаться снова и снова пока мне не надоест или пока не сделаешь то что тебе предначертан покинуть склеп в общем суть по всему какой-то некромант нас воскресил для того чтобы мы куда-то добрались теперь мы начинаем все сначала все сначала сбросились все мои деньги пропали все мои вещи и так далее что ж я готов поделиться первыми впечатлениями о первом получасе игры что мне нравится во первых мне нравится мультяшный стиль чем-то это напоминает детские мультики которые может когда-то смотрел и приятно это отличает и отличает от многих других карточных игр которые все стараются быть немножко похожими на darkest dungeon ну или просто использовать этот приятный комиксовый стиль так что мне нравится этот визуальности персонажи очень красивые каждый противник которого я видел был интересен по-своему имел уникальный какой-то стиль вот волк был необычный он какой-то такой с какой-то узкой пастью интересный медведь офигенный просто реально чувствуется что он какой-то очень опасно непонятно почему он шипастый был ну шипы давал да но при этом не было у него какого-то такого но он был обычный волосатый без каких-то там бугров шипов и так далее но может быть он просто успевал нас как-то там царапнуть пока мы его били короче очень интересные персонажи жаль что игрушка не дает на самом деле нормально попутешествовать вообще никак не поддерживает вот этот возможность скажем так нормально попутешествовать куда-то дойти потому что по сути я дошел только раз два три четыре меня раз два три четыре пять шесть семь все 7 ходов сделал и дальше никак возможно тут и я конечно где-то протупил понятно что я только осваиваю с механиками например мне непонятно почему дворфы увеличивают свою атаку ну там наверное надо на него посмотреть на этого дворфа и что-то более понятно будет но в общем очень интересная очень интересные механики интересные персонажи приятный вот сам интересный геймплей приятными хорошо реализована механика карточной все понятно в принципе без обучения но многое то есть нажимаешь там можно какие-то какую-то информацию посмотреть это очень нужно не совсем понятно было как работать сжигание но я так понимаю что просто в этом бою эта карта уже не работает так вот это работает вот что еще можно сказать мне кажется что надо балансить потому что как-то слишком хардкорно сразу и конечно пока непонятно что по сюжету но игра находится в разработке это нормально потом узнаем это в конце концов не самое главное главное что карты интересные карточная механика лично мне нравится при этом игра приятно выглядит главное что вот единственно к чему я сейчас могу докопаться это только то что баланс баланс какой-то очень странный слишком хардкорно наверное понятно что наверное любители карточных игр справиться с ней очень быстро очень легко я себя к таким отношу но я вот пока не знаю по мне кажется таки слишком сложно по сравнению с другими с многими другими играми надо ведь как-то игроку дать какой-то какую-то возможность вырулить в свою сторону что-то предпринять что-то придумать потому что сейчас к сожалению это ну практически невозможно вот ты все что ты можешь сделать это только эффективно сражаться и все но ты не ты можешь выбирать путь только один раз но и на развилках немножко если тебе вдруг не повезло как мне здраво 2 там вообще на самом деле интересная ситуация неизвестно мне могло бы в принципе каким-то образом повезти или нет потому что мне кажется чтобы я не сделал я бы там получил людей если бы я сражался с дворками возможно они меня уделали я бы даже этого медведя не увидел и дальше бы не прошел потому что два дворфа даже с медведем неплохо помогли мне справиться у меня с моим количеством здоровья просто мне кажется шансов против них не было поэтому я к ним и присоединился а уже дальше по факту я оказался в ситуации в которой ну уже просто не 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 было возможности победить потому что у меня мне не было просто здоровья при получении урона здоровья дает блок и сил увеличивать наносим рот так ну что же делать все равно надо его бить как бы там ни было очень мало здоровья привод привод их уроне конечно что еще можно сказать приятная музыка очень большая карта неизвестно и вообще можно пройти ну наверное уж можно будет так в целом приятные механики вот все эти карточными многие из карточных механик я знаю я их видел других играх и это хорошо потому что здесь в целом все понятно но карта другие это интересно если в руке нет двух нет а так дает 2 атаки из колодок интересно дает 5 блока и два сил на рингхо то носит один урон 9 урона увеличивает урон от выпадов давай вот это вышел к вами какой-то эликсирующим добавок броню дает берем вот что еще ну мне интересно ваше мнение лично мне игрушка очень нравится единственно что наверное ее надо либо балансить либо просто нам надо больше учиться в нее играть больше углубляться в механике и разбираться и тогда может быть мы будем щелкать эти бои как орешки пока прям очень тяжело и надо осваиваться к сожалению нормального обучения пока нет интерфейс конечно интуитивно понятие но какие-то механики хочется наверное чтобы разжевали что ж у меня на этом все спасибо за просмотр ставь лайк подписывайся на канал пиши в комментариях хочешь ли ты продолжение этого прохождения что ты думаешь об этой игре обязательно пиши и до встречи в убежище на моем канале пока 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 пока